Здравствуйте, уважаемые читатели, гости книжной ярмарки. Разрешите мне сегодня представить вам только что вышедший в свет очередной том серии «История создания и развития оборонно-промышленного комплекса Россия-ССР», который у нас уже... Проект длится с 2004 года, и буквально на днях в свет вышел пятый том, первая часть этого сборника. Это огромная работа большого коллектива, которая была поддержана Фондом Истории Отечества, и участвовали в этой работе большая часть федеральных архивов Российской Федерации, такие как Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив экономики, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив новейшей истории, Российский государственный архив научно-технической документации в городе Самаре, Российский государственный военный архив. Также в этом проекте участвовали и представители центральной архива ведомств, Таких ведомств, как ФСБ России, Архив президента Российской Федерации и другие организации. Во главе редакционного совета этого большого проекта находится доктор исторических наук, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Николаевич Артизов. Он также возглавляет и редколлегию пятого тома, который я сегодня вам представляю. Данный том содержит 246 тщательно отобранных документов, но в основе создания этого тома тысячи архивных документов, извлеченных из самых разных архивов, о которых я уже вам сказала. Документы систематизированы, тщательно изучены и к публикации выявлены и отобраны самые значимые, самые яркие документы, которые повествуют об истории состояния оборонной промышленности в СССР в годы Великой Отечественной войны. Самый трудный ее период – 1941-1942 годы. Эта работа идет уже многие годы, и нам удалось показать развитие оборонной промышленности в нашей стране, завершающие этапы царского периода с 1900 года до 1917, а затем по этапам уже развития в советский период. Это 20-е годы, это годы первой и второй пятилеток, это четвертый том нашей серии убедительно показывает состояние нашей оборонной промышленности накануне Великой Отечественной войны. И вот этот пятый том, он особенно интересен тем, что он доводит до читателя те огромные сложности, которые застали нашу страну в начале Великой Отечественной войны, в связи с тем, что наша страна не имела опыта эвакуации предприятий, не имела опыта больших переломов нашей экономики на военный лад. Это было грандиозное явление, которое, по сути дела, не имеет аналогов в мировой истории. Хочется отметить, что уже в предвоенные годы наша страна многое сделала в развитии индустрии. В этот период уже была построена индустриальная база, были построены заводы, которые производили автомобили и различную технику, оборудование. Определенное развитие получило машиностроение, которое очень важно для развития оборонной промышленности. Металлургическая база имелась уже на некоторых оборонных заводах, собственная металлургическая база. Развивались железнодорожные сообщения, но, к сожалению, достаточно много было и узких мест. Строительство заводов-дублеров на Востоке, которое предусматривалось в планах пятилеток, оно только начиналось. Оно делало только первые шаги. У нас не хватало некоторых оборонно-емких сырьевых материалов, редких металлов, цветной металлургии, олово, алюминий, вольфрам, все это у нас было, в общем-то, вне достатки. В большом проблемном направлении, можно сказать, состояла тогда и химическая промышленность. И поэтому именно в первые месяцы войны огромная проблема была с производством боеприпасов. Наши наркоматы, которые уже были в преддверии войны организованы, наркоматы – это сегодняшнее министерство, наркомат боеприпасов, наркомат вооружения был создан уже в начале войны, в сентябре 1941 года. Наркомат танковой промышленности также был создан в сентябре 1941 года. Наркомат авиационной промышленности и прилегающие к ним наркоматы, которые обеспечивали производство оборонного вооружения, оборудования, боеприпасов, судов, катеров и различных других видов военной техники. В этот период необходимо было не только сосредоточить нашу промышленность на переводе с гражданской продукции на военные продукции, но необходимо было перевести эту промышленность на восток, и необходимо было на востоке обеспечить промышленность теми сырьевыми ресурсами, которые требовались до производства военной техники. Это было очень трудное и очень сложное задание. Как мы с вами знаем, продвижение фашистских войск по нашей стране было очень быстро, неожиданно быстро. В первые месяцы войны мы потеряли территории, на которых было до 80% заводов и предприятий оборонных продукций. А что касается авиационной промышленности, то здесь была вообще рекордная цифра. 94% авиационных предприятий находилось на приграничных или уже оккупированных территориях. Это создавало огромные трудности. Причем заводы-смешники, которые производили электростанции, заводы, производящие сталь, металлургические заводы, угольные шахты, также находились на этой территории. И таким образом мы потеряли 45% электрического снабжения и многие другие наши необходимые для изготовления военной техники сырьевые запасы. В этот период правительство в первые же дни войны создает 24 июня 1941 года Совет по эвакуации. Сначала он был возглавлен Кагановичем, но буквально через несколько дней на этот пост поставили председателя ВЦСПС Николая Швельника. Также со Швельником в составе Совета по эвакуации работали Косыгин, Соборов, Петрухин, Абакумов, позднее Микоян. Совет имел очень большое значение. Он разрабатывал предварительные планы перемещения промышленности на восток. Первый план был составлен очень быстро. Но этот план был нереальный, потому что те пункты дислокации заводов, куда направлялись предприятия с юга, из прифронтовых зон, эти города в уже летние месяцы 1941 года были заняты фашистами. Я имею в виду города, которые приближались к Москве, такие как Клин, Тверь и так далее. То есть стало понятно, что передвижение эвакуируемых заводов может идти только на восток и глубоко на восток. Кроме Совета по эвакуации, 30 июня был создан самый главный орган, который, по сути дела, руководил всеми основными мероприятиями снабжения фронта и армии всем необходимым. Это Государственный комитет обороны во главе с Иосифом Сталином. В этот комитет вошли Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Берия. Комитет имел очень большие полномочия и действительно все основные решения периода войны, связанные с оборонными предприятиями и обеспечения оборонных предприятий рабочей силой, жильем и всем необходимым. Очень многие эти решения принимались Государственным комитетом обороны. Основной целью комитета было обеспечение армии и флота всем необходимым. Всем, что нужно армии и флота. И прежде всего надо было не только видеть, что нужно сегодня, а надо было предвидеть, что нужно будет завтра. В первые же буквально дни июля были приняты очень важные решения о создании мобилизационного плана на третий квартал 1941 года, о подготовке эвакуации заводов и предприятий на Восток. Мобилизационный план предусматривал увеличение производства военной техники на 26%, переключение гражданского производства на выпуск военной продукции, концентрации капитальных вложений в основном на военных стройках и полном сокращении различного строительства, которое не достигло 60% готовности по всей стране. Строительные проекты сокращались в три раза. В этот же период, 4 июля, председателю Совета народных комиссаров Николаю Алексеевичу Вознесенскому поручался разработать военно-хозяйственный план перестройки экономики страны на военный лад на четвертый квартал 1941 года и на весь 1942 год. Это были важнейшие документы, которые позволили организовать общий поток поначалу разрозненных решений. И подготовка этого плана завершилась в августе 1941 года. И этот план работал и обеспечивал работу оборонной промышленности в 1941 и 1942 году. Первое большое постановление Государственного комитета обороны об эвакуации промышленных предприятий было принято 11 июля 1941 года. Это было постановление, несколько еще не опирающиеся на реальные факты. Устанавливался срок эвакуации всего 5-7 дней. Определялись ответственные за эвакуацию. За демонтаж предприятий на месте отвечал директор предприятия. За сборку на месте дислокации на востоке отвечал главный инженер. Как правило, на эвакуацию одного предприятия давалось порядка 40 тысяч вагонов. На объекты направлялись бригады монтажников и инженерно-технических сотрудников. Многие вещи в тот период еще были как бы теоретически осмыслены, но практически они были неизвестны. Поэтому в этот период совершалось много ошибок. И практика эвакуации, она по сути дела вырабатывалась в движении заводов на восток, в их последующем восстановлении. Совет по эвакуации и ГКО определяли план эвакуации, порядок размещения предприятий на новом месте. Задача определения площадей на востоке, нахождения тех мест, где может завод расположиться, или на территории какого-то уже имеющегося завода, или путем объединения с каким-то существующим заводом, или вообще на чистом месте, на новой площадке, все это прорабатывалось сотрудниками отдела машиностроения Госплан-Эсцель. Сотрудники тщательно работали по выбору мест дислокации, но они иной раз не знали не только площади, которые есть на том заводе, куда они предполагают направить эвакуируемые предприятия, но они не знали таких вещей, как удаленность от железной дороги, возможность снабжения электроэнергии, возможность поддержания кооперативных связей по доставке туда сырьевых материалов. Все дело в том, что промышленность – вещь кооперативная. Одно предприятие не имеет возможности готовить все детали того вооружения, которое является целевой работой данного предприятия. Необходимо очень много сопутствующих материалов, необходимо определенное сырье, но самое главное – это необходимый объем электроэнергии. Вот все эти вопросы в период эвакуационного процесса стали очень и очень сложными. Они занимали, как правило, среди списков недостатков эвакуации, они занимали первые места. Кроме того, чтобы переправить сам завод, необходимо туда было переслать определенные запасы сырьевых материалов. И это добавляло тоже сложности процесса эвакуации. В первый период эвакуации характеризуется тем, что наркомы оборонных отраслей промышленности посылали на имя членов ГКО огромное количество докладных записок о разных узких местах, которые в этот процесс происходили. Иногда давалось намного меньше вагонов, чем полагалось. Например, на один из заводов наркомата авиационной промышленности было положено выделить 12 тысяч вагонов. Было выделено только 8. При демонтаже оборудования сотрудники еще не имели большого опыта. Опыта сборки оборудования с учетом последующей комплектации на новом месте. Иногда какие-то важные узлы оборудования не комплектовались в вагоны. И потом при восстановлении это давало очень плохие результаты. Как правило, в первый период эвакуации предприятия, если это предприятие оказывалось в списках эвакуационных промышленных предприятий, производился демонтаж оборудования. В первую очередь, первыми рейсами эвакуации шла научно-исследовательская документация и уникальные станки. Это был самый первый, самый ценный груз. Затем шло электрооборудование, компрессоры, различное оборудование, необходимое для производства танков, самолетов и других видов техники. И в третью очередь эвакуации подвергались сборочные цеха. Сложность эвакуационного процесса, она также заключалась в том, что завод еще работал на старом месте, но в то же самое время на новом месте уже надо было разворачивать новые цеха. И планы выполнения по производству техники, они не снижались. Поэтому, например, при подготовке производства самолетов на старом заводе по плану предполагалось производство 50 самолетов на старом месте дислокации и уже через две недели после эвакуации предполагалось производство самолетов на новом месте дислокации. Конечно, это были еще очень нереальные планы. Но, тем не менее, рабочие, труженики тыла, которые занимались этой работой, которые, по сути, было по своему сложности, по своей ответственности не меньше, чем фронтовая, они пытались добиваться тех показателей, которые от них просили руководители заводских предприятий. В первый же период эвакуации стало ясно, что надо отдавать особый приоритет, так как количества вагонов и составов не хватало на все эвакуированные предприятия. Выделили приоритет. Прежде всего, это производство боеприпасов. Потому что в первые месяцы войны не хватало боеприпасов очень сильно. И вы помните все о том, что коктейль Молотова, он был придуман не напрасно, потому что он сыграл определенную роль в период Великой Отечественной войны. На втором месте находилось производство самолетов, танков и вооружений. Все эти грузы имели приоритетный характер. И особенно, когда следовали грузы, которые везли завод по производству боеприпасов, им присваивали определенные специальные номера. И эти составы обязательно сопровождались специальным лицом, которое старалось, чтобы состав шел полностью, чтобы вагоны не отцеплялись, и чтобы состав дошел до того места эвакуации, которое было предписано. В этот период с военной техникой на фронте было очень и очень сложно. Документы свидетельствуют о том, что наблюдался срыв июльской программы производства танков КВТ-34, Т-40, Т-50. Можно объяснить вам это следующим. До войны производство танков имело в основном характер опробования и различных типов танков. И они имели, как правило, небольшие по количеству производства объемы. Не было промышленности по производству танков, самолетов, вооружений, не было поставлено на поток. Не было поточного производства военной техники. И это затрудняло увеличение количества производства. Как вы помните, мобилизационный план третьего каталога требовал подъема выпуска военной техники на 26%. И уже это было очень трудно. Но месяц за месяцем нехватка вооружений требовала не только производства увеличения на четверть техники, а вдвое, возможно, вдвое. Такие лозунги ставились перед всеми наркомами, которые занимались производством оборонной техники в этот период. На полях сражений скапливались подбитые танки, танки, которые требовали ремонта. Ремонтировать их было невозможно. Не хватало много различных деталей, видов различных деталей. И в этот трудный период, конечно, проявлялась воля и ответственность наших тружеников тыла. В этот период начинается уже сближение армии и тыла. Тыл начинает понимать себя, что он также находится на фронте, что он выполняет очень ответственные фронтовые задания. Как уже говорилось, 16 августа 1941 года был утвержден военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941 года и на 1942 год. По приоритетным отраслям оборонной промышленности. Окончательно были определены сроки и порядок эвакуации, места новой дислокации предприятий и снабжение всех необходимых от наркоматов смежных отраслей. Этот план уточнял очень многое, и его принятие имело огромное значение. В некоторых случаях, когда обстановка складывалась совершенно нетерпимая, наркомы писали лично Сталину. Таким предприятием в таких случаях оказывалась определенная помощь, которая была возможна. Были случаи, когда уже готовые самолеты не отправлялись, по причине, что в этом самолете не хватало какого-то еще необходимого составляющей детали. В таких случаях при Комитете обороны работали контролерами и уполномоченными товарищи Маленков и Берия. Они направлялись на предприятие и лично разбирались в той обстановке, которая складывалась на предприятии. Это было очень важно, потому что некоторые директора заводов, оказавшись на новой территории, не имея никаких связей с местным руководством, с местной властью, на которую возлагались все те обязанности по поддержке эвакуированного предприятия, Иногда эти связи устанавливались недостаточно срочно. Поэтому эвакуация стала проверкой директоров на соответствие своим должностям, потому что в этот период приходилось показывать очень большую силу воли. Директор находился под тотальным контролем. Его проверял Комитет по контролю, его проверяло НКВД, его проверяло партийные органы, его проверяли специалисты того наркомата, которому подчинялся это предприятие. Но, тем не менее, личные качества директоров заводов, главных инженеров имели огромное значение. Иногда, когда составы приходили в пункт назначения, их никто не встречал. Местная власть не всегда была оперативно готова к этим мероприятиям. И поэтому отправленные грузы оказывались под дождем, под снегом, что было совершенно невозможно. Случаи подобные, которые были выявлены, они, конечно, сразу устранялись. В эти места направлялись представители наркомата и наводился порядок. Но такие случаи тоже были и в период войны. Но самое большое и самое тяжелое, что пережили предприятия, которые приехали на новые пункты назначения, это был, конечно, разрыв кооперативных связей. Особенно тяжело это проявлялось в авиационной промышленности. Авиационная промышленность требовала очень много оборонно-юбикого сырьевого материала. Вот, например, недостаток медной трубки, которая является деталью самолета. И производство этой трубки на заводе в Кольчугине по всему СССР на единственном заводе создало в первый период войны огромные сложности. Кольчугинский завод эвакуировался, не сообщив авиационном заводе о том, что он эвакуируется. Это были недостатки организационной работы. И в результате авиационные предприятия остались без этого важного компонента производства самолетов. Нарушение кооперативных связей очень тяжело сказывалось. На авиационных предприятиях Саратова, Куйбышева, Горького страшно не хватало авиационных моторов. Поставки самолетов к декабрю 41-го года были настолько понижены и находились на катастрофическом буквально уровне. В фронту было недопоставлено 623 самолета. Реакция Государственного комитета обороны была срочной. Специальным постановлением наркомат авиационной промышленности обязывался производить в 42-м году буквально помесячно. В январе 1619 самолетов, в феврале 1749 и в марте 2189. Несмотря на такое катастрофическое положение в отрасли, все равно необходимо было поднимать динамику производства самолетов. Фронт без самолетов не мог эффективно сражаться. Необходимо также было предельно экономить алюминий. Алюминий страшно не хватало. В принципе, следует отметить, что поставки по лентлизу, которые начались буквально уже с конца 41-го года, но они были еще очень незначительны. И более значительными они стали тогда, когда были подписаны 4 протокола по поставкам в рамках лентлиза. Лентлиз – это представление материалов и оборудования в аренду какой-то иной стороной. Лентлиз применялся в течение войны особенно активно. После того, когда наши вооруженные силы сделали свои легендарные победы на Курской дуге, под Сталинградом, тогда наши союзники поняли, что СССР имеет шансы победить врага. И именно тогда они стали направлять более системно то оборудование, которое запрашивалось советской стороной. В Америке работала специальная правительственная комиссия по поставкам в рамках лентлиза. Это была советская комиссия, и у этой комиссии была американская сторона. Наши специалисты и специалисты американских предприятий совместно обсуждали рамки, объемы и возможности поставки грузов. Как вы знаете, эти грузы поставлялись или воздушным транспортом, или морским транспортом. Легендарные союзные конвои, которые ходили в Мурманск, в Архангельск и в порты Дальнего Востока. Также перелет и перевозка грузов происходило через Иран. Эти многие легендарные страницы, они полны героических подвигов. Но действительно, в начале войны, когда вооружения страшно не хватало, и когда на войне иногда было совершенно катастрофическое положение, все средства и все возможности пополнения вооружения и военной техники были необходимы и значительны. Но, однако, у наших союзников было иногда представление такое, что в первый период войны им не очень хотелось поставлять современную и качественную военную технику и оборудование. Потому что они считали, что это укрепляет экономическую мощь СССР, о которой они, конечно, заботиться не собирались. Но, однако, те поставки, которые были произведены в рамках Ленд-Лиза за годы войны, они, конечно, имели большое значение. Процент эффективности этих поставок еще до сих пор дебатируется. Николай Алексеевич Вознесецкий в своей книге «Военная экономика» оценил эффект поставок в 4%. Но затем последующие специалисты довели эту цифру до 7%. Есть даже предположение, что можно говорить о 10-12% эффективности. Но историческая наука еще должна окончательно определить эту важную цифру. Очень интересен документ, который опубликован в нашем сборнике. Он показывает итоги эвакуации на 20 декабря 1941 года. Этот документ, конечно, производит мрачное впечатление. Потому что на этот период было эвакуировано по сравнению с плановыми цифрами гораздо меньше предприятий, чем предполагалось. Так, например, по наркомату авиационной промышленности было эвакуировано и восстановлено из 23 предприятий 9. По наркомату вооружений из 8 предприятий 4. По наркомату химической промышленности, которая, кстати, была приравнена к военной по своей значимости, из 8 предприятий было восстановлено одно. По наркомату боеприпасов, который имел суперприоритетный характер, из 26 предприятий было восстановлено 6. Вот такая картина складывалась в этот период на поле эвакуации. Конечно, те основные причины, которые затягивали восстановление на новых местах дислокации, они имели большое значение. Среди них, конечно, зачастую был случайный подбор оборудования без комплектации, слабый контроль наркоматов в пути, когда терялись вагоны, а то и целые составы, плохое обеспечение площадями заводов на новых местах и отсутствие кадров монтажников, нехватка квалифицированных рабочих. Следует отметить, что по заводам авиационной промышленности на этот период войны не хватало 215 тысяч квалифицированных рабочих. Основным на заводах работали привлеченные подростки, женщины, которые заметняли мужчин, и те специалисты, которые были направлены в места эвакуации по броне. Специалисты заводов со старых мест своей дислокации, переезжая с семьями на новые места, часто получали очень плохое жилье. Несмотря на то, что на Востоке, в городах, которые принимали эвакуированные предприятия, очень часто делались очень большие усилия по их размещению по семьям. Они подселялись к семьям, которые жили в этих городах. Часто семьи, которые жили в городах, выселяли еще на более дальние расстояния, а высвободившиеся квартиры вселяли эвакуированных рабочих. Но, тем не менее, несмотря на все эти меры, все равно с рабочей квалифицированной силой было очень-очень трудно. В этот период образовывались из тех, того населения, которое не было призвано в армию, или по возрасту, или по грани. И женщин, и молодежи подросткового возраста, которые частично заканчивали школы ФЗУ, частично прямо приходили к станку и учились уже у станка, образовывались рабочие колонны, рабочие отряды, которые затем распространялись по оборонным предприятиям. Несмотря на все эти огромные, гигантские трудности, в июле-ноябре 1941 года в районе Востока было эвакуировано 1523 предприятия. В этот период была положена основа военно-хозяйственной базы страны на Востоке. Эта база в последующие годы войны всячески укреплялась, развивалась и стала основой экономики СССР в последующие годы. 1942 год был также очень тяжелым для оборонной промышленности. Планы наркоматов по производству изделий, по номенклатуре, выполнялись, как правило, не на 100%. Разброс выполнения планов был от 20 до 70%. Но по некоторым, особенно актуальным изделиям, наоборот, зашкаливал за 250%. Но, однако, уже в 1942 году наркоматы ставили перед собой более амбициозные задачи. Вот, например, нарком танковой промышленности Малышев посылал в ГКО предложение о необходимости производства в день 100-120 танков. И все больше внимания уделялось в этот период качеству производимой оборонной техники. Очень много внимания уделялось повышению качества танков. Танк Т-34 всячески модифицировался. Было обнаружено, что снятый с вооружений танк Т-50 на самом деле более интересен на полях сражений, особенно в соединении с пехотой, чем танк Т-60. И по предложению специалистов он опять был представлен к производству. Было принято большое решение создания резерва военно-воздушных сил и создания для этого 24 авиационных полков. В этот период огромное значение придается химической промышленности, ее развитию по производству пароков, средств химической защиты, взрывчатых веществ необходимых фронтов. Но, тем не менее, именно химическое производство не обеспечивало полностью фронт. И именно по этой линии были заявки по ленд-лизу. Основное подведение итогов эвакуации было произведено к 1 апреля 1942 года. В этот период уже большинство предприятий восстановились на новых территориях, но еще и имелись узкие места. Достаточно много узких мест было на заводах авиационной промышленности. С этой целью ленинградские рабочие, которые находились уже в состоянии блокады, 4,5 тысячи высококвалифицированных ленинградских рабочих, было эвакуировано через Ладожское озеро и направлено на авиационные заводы, которые были эвакуированы в различные места. Но авиационные предприятия, как правило, эвакуировались не очень далеко от центра. Это в основном был Саратов, Горький, Куйбышев, Казань. Танковые заводы в основном эвакуировались в Сибирь, Челябинск и другие, Магнитогорск. Рабочие на заводах, еще хочется повторить, что они работали героически. Они работали по 2-3 смены. Часто женщины заменяли мужчин и работали у станков, несмотря на голод, усталость и отсутствие комфорта. Очень часто рабочие спали, недалеко уходя от своих рабочих мест. Дети, которые работали в этот период, иногда не дотягиваясь до станка, и стояли на подобранных ящичках и работали. Сохранилось в нашем архиве кинофотодокумента, что в Красногорске, сохранились замечательные фотографии рабочих, мальчиков того периода, девочек, которые выпускали снаряды, которые прикладывали все свои слабые детские силы для того, чтобы помочь фронту победить врага. Вторая волна эвакуации, которая имела очень непродолжительный период, она происходила в основном в летние месяцы 1942 года. Целью этой эвакуации была уже доставка оборудования из прифронтовых зон. Вывозилось оборудование с угольных шахт, наркоманта угольной промышленности, из Ростовской, Ворошилово, Градской области. Эвакуировались также, как я уже говорила, квалифицированные рабочие кадры. Большим достижением лета 1942 года было создание ремонтных бригад, которые занимались ремонтом танков на полях сражений. Это было очень важно для фронта, и танк после ремонта обретал свою вторую жизнь и делал свое дело в борьбе с врагом. Завершая свой рассказ, мне бы хотелось сказать, что в конце 1941 года уровень производства промышленности составлял лишь половину довоенного. Это был самый катастрофический период нашей военной промышленности в период войны. Среднесуточная загрузка железных дорог упала до третьей довоенной продукции. Но в этот период, как раз основываясь на тех плановых документах и на тех решениях Государственного комитета обороны, налаживается стабильная, системная эвакуация промышленных предприятий и производство на предприятиях, восстановленных в местах новых дислокаций. Документы, о которых уже говорилось в моем рассказе, мобилизационный план, план развития экономики нашей страны на четвертый квартал и на 1942 год по районам Поволжья, Урал, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии сыграли очень большую роль. И в этот период уже в рекордно короткие сроки завершается перестройка структуры народного хозяйства на военный лад и складывается окончательно военно-промышленная база на востоке, куда были переправлены предприятия с Юго и центра нашей большой страны. Военная перестройка потребовала кардинального изменения в работе промышленности, в том числе переключения гражданских предприятий по выпуску военной продукции, создания двух новых наркоматов, форсированного строительства военно-промышленных объектов и электростанций. Электростанции были нужны в новых местах, как воздух, и на них перекладывались огромные силы, контингенты рабочей силы, сырья и всего, что было необходимо. Концентрация капиталовложений и материальных ресурсов в этот период была очень значительной. А оборудование, рабочая сила, все экономилось. В решениях Государственного комитета обороны все призывались к экономии и сбережению ресурсов. В годы, в первые и вторые годы войны, на военные нужды было направлено 250 миллиардов рублей, или 40% от всего народного дохода во время войны. Но эти меры дали и ожидаемые результаты. За период войны было эвакуировано, как я говорила, 1523 предприятия. По уточненным данным ЦСУ, этого периода 1300 предприятий. На Урале объем производства промышленности вырос в 2,8 раза, в Сибири в 2,3 раза. Все эти цифры даются из доклада ЦСУ, который был подготовлен при подведении итогов третьей пятилетки в те годы. Валовая продукция оборонной промышленности за 2 года войны выросла на 42% и почти в 2 раза превысила уровень производства в декабре 1941 года. С целью обеспечения работы оборонных предприятий были введены мощности по электростанциям 2,2 миллиона киловатт, по угольной промышленности 21,5 миллиона тонн, по чугуну 0,9 миллиона тонн, стали 1,9 миллиона тонн, алюминия 49,5 миллиона тонн. Продукция наркоматов военной промышленности в 1942 году была на 1,8 раза выше 1940 года. На 79% вырос удельный вес тяжелой промышленности во всей промышленности. Вся машиностроительная промышленность работала только наоборот. Важнейшим движением в этой области стал перевод большого количества цехов и целых предприятий на поточную систему производства. Это обеспечило значительное увеличение производительности труда. Валовая продукция оборонных наркоматов за первые полугодия 1942 года составила по авиационной промышленности 63% к общему объему валовой продукции, по танковой промышленности 20,7%, по наркомату вооружений 33,9% и по наркомату судостроения 21,8%. За годы войны было введено в действие 6 доменных печей, 35 мартеновских печей, 17 электропечей и 21 прокатный стан. Но, однако, развитие металлургии все-таки было сдерживающим фактором развития нашей военной экономики. Сдерживающим фактором был и недостаток производства меди, свинца, цинка, алюминия и некоторых продуктов химической промышленности, которые, как уже было сказано, поставлялись по линии лент-лиза. В этот период численность рабочих и служащих в нашей стране составляло 18,4 миллиона человек, по сравнению с довоенной – 38,8 миллиона человек. Но к станку пришли совсем молодые люди, женщины, квалифицированные рабочие, которые не были призваны именно потому, что они были квалифицированными рабочими. И все, что говорится в документах данного сборника, очень ярко и очень многогранно показывает, что война – это не только героизм на фронтах, это героизм у станков, это героизм в тылу, и что война – это прежде всего очень тяжелая ежедневная работа всего народа, который отстаивает свою независимость. Уважаемые читатели, я надеюсь, что вы с удовольствием посмотрите наш сборник, почитаете его, и что вы увидите для себя много нового и интересного. Именно то, что вы еще не знали о нашей войне, которой в этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину. Спасибо за внимание.